С первой минуты разговор пошел по существу. Владимир Путин, войдя в зал, сразу прошел к трибуне. Положительная тенденция прошлого года сохранилась, подчеркнул глава государства. В стране уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, убийств, изнасилований, грабежей и разбоев. Увеличилась и их раскрываемость. Большая работа проведена по защите бюджетных и государственных средств от преступных посягательств. Эти позитивные результаты нужно закрепить и дальше наращивать темпы, отметил президент. Однако не обошлось и без критики. Базовая задача, о которой мы говорили на коллеге в прошлом году, пока не решена. А это выход на качественно новый уровень работы всей системы МВД, обеспечение кардинального перелома ситуации с преступностью. В 2015 году зафиксирован почти 9% рост числа преступлений. Может быть это результат объективной статистики, что естественно хорошо, но то, что преступность растет, плохо. Как и раньше, остается нераскрытым практически каждое второе преступление. Ситуация с увеличением количества преступлений была тщательно проанализирована. В свою очередь, отметил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев. Он подчеркнул, что в основном такой рост произошел за счет бытовых, имущественных и неосторожных преступлений. И эта тенденция характерна для подавляющего большинства субъектов Российской Федерации. В числе приоритетных в этом году Владимир Путин обозначил целый ряд направлений. Прежде всего, необходимо обеспечить безопасность граждан в общественных местах. Требуется перегруппировка сил, совершенствование работы дежурных нарядов, более широкое использование технических средств. Надо в полной мере использовать помощь общественности. Значительная законодательная основа для этого сформирована. И уже сейчас полиции помогают нести службу около 200 тысяч народных дружинников и казаков. В числе основных задач, по мнению главы государства, борьба с коррупцией. Также нужно продолжить работу по выявлению незаконной миграции. У нас эта проблема стоит не настолько остро, как в странах Евросоюза, отметил Владимир Путин. Однако этот вопрос постоянно нужно держать на контроле. В зоне вашей ответственности работа с экстремизмом и терроризмом. МВД, все правоохранительные органы и специальные службы должны наращивать работу на упреждении. Пресекать деятельность радикалов, пытающихся использовать националистические, экстремистские лозунги. А также криминальных группировок, которые, как мы знаем, порой сращиваются и с террористами служат для них источником финансирования. Больше нужно уделять внимание и профилактике преступлений, в том числе и среди молодежи, отметил президент. А также держать в поле зрение людей, находящихся в зоне риска, которые легко поддаются криминальному влиянию. Такая работа ведется постоянно, подчеркнул в своем выступлении министр внутренних дел. Приведу лишь одну цифру, характеризующую масштабы проводимой нами работы. На профилактических учетах в органах внутренних дел в прошлом году состояло свыше 630 тысяч лиц, представляющих повышенную опасность для окружающих. В этом году пройдут выборы в Госдуму, а также в региональные и муниципальные органы власти. Еще одна задача, озвученная президентом, обеспечение общественного порядка в ходе предвыборной кампании и во время голосования. А также пресечение попыток криминала прорваться во власть. Также в этом году, как и в прошлом, в числе приоритетных задач президент обозначил наращивание оборотов в раскрытии экономических преступлений. Глава государства говорил об участии правоохранительных органов в развитии российской экономики. Ключевым фактором этого является климат в предпринимательской сфере. Необходимы надежные гарантии защиты прав собственности и пресечения рейдерства. Анна Ткаченко, Дмитрий Трудников, Петровка, 38.